Кинотавр с синяком под глазом. На одной из вечеринок именитого фестиваля случился скандал, повергший в ужас всю киноэлиту. Сын Федора Бондурчука Сергей устроил бойню, жестоко избив человека. Жаркой сочинской ночью отпрыск уважаемого режиссера оставил в отеле свою девушку Татума Мяшвили и отправился на поиски приключений. В первом же кафе у моря они нашли его сами, в лице очаровательной Агнии Дитковските. Сначала пара долго пила виски и интимно перешептывалась, а после решила уединиться. Они направлялись в сторону пляжа, когда им на глаза попался молодой человек. Ночное небо, набережная, прохладный ветер. Что не вписалось в бондурчуковскую картину «Идеальной ночи» непонятно, но уже в следующую секунду наследник кинодинастии резко налетел на жертву. Ошарашенный парень пытался сопротивляться, но обезумевшего Сергея это разозлило еще больше. Сын именитого режиссера наотмашь ударил молодого человека кулаком по лицу. Потом еще и еще и еще. Добивал свою жертву Бондарчук уже на асфальте. Сначала кулаками, а потом ногами. Все это время рядом с Сергеем Агния Дитковските, его муза на этот вечер. Вот она безучастливо наблюдает за зверским избиением, даже не пытаясь остановить грубого кавалера. А по занавеске Натавра Агния и вовсе делает удивленные глаза. Вы можете как-то... Ну вот мы узнали об этой драке. Ну не знаю, вы спросите у кого-нибудь другого. Ну вы просто свидетелем были. Тем временем после драки на набережной Сергей Бондарчук продолжал держать в страхе кинофестиваль. Вот он уже на другом мероприятии все того же кинотавра и снова машет кулаками. На этот раз предвосхитить кровопролитную драку удалось только благодаря терпению и миролюбию оппонентов. Кстати, этот случай бесчеловечного избиения случайных людей в жизни Бондарчука-младшего не единственный. Два года назад вся страна узнала, что звездный отпрыск в драке побил теннисиста Марата Сафина. Бедный спортсмен тогда еле ноги унес и даже не смог участвовать в одном из турниров. Сошло с рук тогда, сойдет и в этот раз. Избитый в Сочи незнакомец не стал обращаться ни в больницу, ни в полицию. Александра Скопинцева, Life News.